Здравствуйте, наши многомиллионные зрители! Сегодня мы находимся в галерее Анна Нова на выставке художника Павла Брата «Et verbum caro factum est». Сегодня мы с вами узнаем, действительно ли листок бумаги в руках художника становится произведением искусства или он остается таким же листком бумаги. Также мы станем свидетелями пока что загадочного перформанса, действия. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я на самом деле только пришел и не особо все успел посмотреть. Пока что, что я вижу, это, видимо, попытка сделать из каких-то неживых объектов нечто напоминающее живое. Ну, и дальше, мне кажется, не хватает какого-то еще текста, анонсирующего все здесь происходящее. А так, ну, мне кажется, надо еще походить и подумать. Должна сказать, что очень интересно. И интересно то, как показываются, то, как сами материалы влияют на то, что можно показать. То есть, наверное, то, что я видела в Питере, я такое вот взгляд на вещи вижу впервые. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это же все эксперименты, это же 21 эксперимент по числу работ, которые представлены совершенно разные, где-то похожие какими-то элементами, какими-то выразительными частями. Скажите, пожалуйста, а почему именно бумага, книги и как вообще пришла такая идея? И были ли кто-то, кто уже делал что-то подобное в истории искусства, современники, может быть? Ну, сейчас меня вдохновляют больше, наверное, какие-то классики для меня, метры. Хёрст, Чапман. Задача, даже если это кем-то было уже сделано или делается параллельно, или будет даже сделано. Здесь задача в разработке языка. Здесь идёт такой процесс становления речи моей, как художника, и от работы к работе я развиваю эту речь и пытаюсь говорить более ясные, внятные послания, доносить до зрителя. То есть вы решили донести через книгу тоже, как носитель некоего языка, ну, можно так сказать? Да, здесь для меня книга — это не просто носитель языка, носитель знаний, носитель какого-то сакральной идеи, культовый культурный элемент, который сейчас, в эпоху конца Гутенберга, эры Гутенберга, ну, скажем так, переходит в какую-то критическую, подходит к какому-то критическому моменту, когда мы в связи с развитием электронных средств носителя, не то, чтобы мы откажемся от книги, я думаю, мы от неё не откажемся, я думаю, она перейдёт в какую-то новую плоскость. И вот в моих работах книга переходит в какую-то новую плоскость, она становится живой, она обезличивается, она становится невербальной, оттуда изводится весь язык, она становится таким элементом, который как живой, она становится живой, она живает. Вот такой вопрос. Я пока смотрела эти объекты, назовём их так, я заклинула внутрь, ну, попробовала, насколько это возможно, и увидела две обложки с названием. Одна была книга по гинекологии, а вторая — это словарь по политологии. — Случайно ли это? Есть ли какой-то критерий отбора вами вот этих материалов, книг, из которых вы создаёте свои объекты? Или это вышло само собой? Вы просто взяли первую попавшуюся книгу с полки и решили, что вот она станет объектом для вашего замысла, для вашей идеи? — Да, действительно, в двух работах были использованы настоящие обложки, которые в дальнейшем были включены во всю эту структуру, скульптуру. Конечно же, они были взяты неспроста. Для меня это такие... У меня всегда был выбор в книгах. У меня есть целая коллекция обложек, которые могут в конечном итоге стать работами будущими. То есть это очень большой материал, я действительно из него выбирал. И, конечно же, гинекология появилась неспроста. Гинекология здесь как идея того, что очень многие из этих книг похожи на вагины. И этот перенос я захотел бы подчеркнуть такую телесность, подчеркнуть этой книгой и её названием. — Последний вопрос самый. Можешь ты прокомментировать как-то название выставки? — Я могу рассказать о нём. Оно, мне кажется, наилучшим образом передаёт то, что здесь происходит. «Эт вербум корофактум эст» — это слова из молитвы. «И слово стало плотью и обитало с нами», и так далее, и так далее. То есть здесь идёт речь о воплощении. «Оно, как я буду говорить, я хочу понять это, я хочу поговорить о све instанциях». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...